В Новосибирске капитально ремонтируют школу номер 32 в Октябрьском районе. Строители реконструируют фасад, кровлю и проводят внутреннюю отделку зданий. Меняют инженерные коммуникации. Сегодня партийный десант «Единой России» оценил темпы и качество работ. Светлана Шевченко присоединилась. Школа 32 состоит из двух корпусов. Этому двухэтажному зданию 70 лет. Здесь обучается начальная школа. А этот четырехэтажный корпус построили около 40 лет назад. Он предназначен под 5-11 классы. Корпуса объединяет теплый переход. И здесь обучаются почти 600 ребятишек. Пока в школе ремонт, ученики ездят на занятия в педагогическом лице имени Пушкина. Подрядчик заступил на объект в апреле этого года. В планах замены инженерных систем, ремонт фасада, кровли, входных групп, лестниц. В зданиях заменят двери и проведут штукатурно-малярные работы. В перспективе на стенах появится мурал. Сейчас обсуждают вариант изображения трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина. Помимо просторных классов появится место под дополнительные занятия. Мы хотели бы консолидировать усилия с рядом находящейся школой искусств 25, с детским спортивным клубом «Исток». И у нас есть достаточные площади для того, чтобы урочная, внеурочная и деятельность по дополнительному образованию, она интегрировалась. Это очень важно. Ремонт ведут в рамках программы, которую «Единая Россия» реализует совместно с Минпросвещением. Проект входит в народную программу партии, инициированную президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Депутаты, общественники и родители контролируют процесс. Конечно же, доведем здесь все до логического завершения. На контроле будем держать и качество выполнения работы, и сроки реализации, потому как в следующем году ребятишки должны обязательно пойти в свое образовательное учреждение, они здесь рядом проживаются. Мы видим тут еще хорошую такую коллаборацию застройщика и департамента образования, как заказчика данных работ. Застройщик откликается на любые просьбы. Одной из таких просьб стала современная спортивная площадка, ее уже построили. У нас на округе все больше и больше добавляется новых домов, жителей становится больше, ну и детишек, конечно, будет больше. Я как любитель спорта, вот у меня спорт, спортивные площадки, развитие молодежи в рамках спортивных мероприятий, то есть для меня это, наверное, самое такое интересное. Ну и, конечно, ждем, надеемся реализацию тира в школе, потому что военно-патриотическая подготовка это сейчас очень и актуально, и нужно. Сегодня готовность объекта 28%. Общая стоимость ремонта почти 136,5 миллионов рублей. Закончить работу планируют в июле 2025 года. Всего в рамках народной программы в регионе отреставрируют 36 школ. Светлана Шевченко, Андрей Дулепов. Новости ОТС. Светлана Шевченко, Андрей Дулепов. Новости ОТС.